Отделение социального фонда по Карачаево-Черкесии передало автомобили в зону проведения СВО. Две «Газели» и «Форд» отправятся бойцам 34-й отдельной мотострелковой бригады. Мадина Каракетова, далее. Эти три автомобиля, два «Соболя» и «Форд», отправятся в зону проведения СВО. Управляющий отделением социального фонда России по Карачаево-Черкесии Аслан Озов в торжественной обстановке передал необходимые документы и ключи от автомобилей руководителю исполкома Народного фронта Карачаево-Черкесии Людмиле Капушевой. Передачу управляющий отделением социального фонда Карачаево-Черкесии сопроводил словами поддержки российских военнослужащих и выразил надежду, что автомобили принесут пользу бойцам в зоне СВО. Эти автомобили до 2023 года эксплуатировались в пенсионном фонде Фонде социального страхования Российской Федерации. Автомобили эти прошли техническое обслуживание и сегодня они полностью готовы к выполнению любых задач. Это не первая акция. В прошлом году отделением фонда социального по Карачаево-Черкесии также было передано в новые субъекты Российской Федерации пять автомобилей. Руководитель исполкома Народного фронта Карачаево-Черкесии Людмила Капушева сообщила, что принятые ими сегодня автомобили будут направлены бойцам 34-й отдельной мотострелковой бригады и в ближайшее время отправятся на передовую в военным соединениях, где сражаются наши земляки. Это не первые машины, которые передают различные федеральные структуры из своего автопарка именно нашим ребятам на передовую. Вы видите здесь соболя. Я думаю, что в ближайшее время их чуть-чуть доработают и они очень активно помогут нашим военным медикам, которые на этих машинах прекрасных смогут оперативно доставлять раненых непосредственно в госпиталя. Я думаю, что это та техника, которая будет действительно сохранять жизни нашим ребятам. Коллектив отделения социального фонда регулярно оказывает финансовую поддержку СВО в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Всё для победы». Активно участвуют и в других акциях, направленных на оказание помощи СВО жителям новых субъектов России, регулярно собирая гуманитарные грузы в виде продуктов питания, медикаментов, питьевой воды и необходимой одежды. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.